я постоянно как-то худею диеты но диеты я воздерживалась когда была молодая занималась спортом фанатка была активной жизни чувствовалась по себе тогда уже меньше дело больше бегать больше прыгали больше занимались а сейчас я решила придерживаться кремлевской диеты так как мои подруги некоторые придерживались ее и были результаты чтобы такого съесть чтобы похудеть нередко задумывается человек худеющий у кого-то подобные вопросы не вызывают ничего кроме усмешки кто-то же напротив лихорадочно ищет способы похудеть вкусно и сытно и к слову сказать находит даже в лихие 90-е когда с продуктами стране была дикая напряженка люди зачитывались книгой о новой кремлевской диете включавший в свой рацион продукты несовместимые даже с самим словом зачитывались и мечтали что когда на витринах магазинов в изобилии появится колбаса сосиски и карбонат пояса можно будет расслабить и наконец-то похудеть наша героиня софья давно мечтал воспользоваться советами популярного некого издания на самом деле слово диета нашей героине известно с юности мастер спорта по легкой атлетике всегда должна была выглядеть на все 100 тренеры не позволяли набрать не то что лишних килограммов лишние 500 граммов приходилось часами отрабатывать в зале но про вкусные бабушкины булки и пироги даже думать было запрещено нюхать и пробовать подавно о том что худеть можно вкусно они с девчонками из спортшколы могли только мечтать а вот сейчас когда никто не стоит над душой и не подсчитывает каждую съеденную калорию почему бы не исполнить давнее желание и не попробовать диету со столь пафосным названием кремлевская почему-то существует что в 90-е годы первые лица государства именно вот придерживались этой диеты это абсолютно неправильно особенность этой диеты состоит в том что минимизируется количество употребляемых углеводов до максимума доводится количество белка и где-то золотая середина жиров вот тот запас жира который есть он вынужден выходить из своего депо да и организм вынужден его тратить как источник энергии поэтому наступает процесс снижения веса белки и жиры можно поглощать без ограничений а вот за углеводы ответить придется кстати набор продуктов этой так называемой диеты отнюдь не диетически в пищу употреблять разрешается и конфеты и торты и даже алкоголь правда каждому углеводосодержащему продукту приписывается определенное количество баллов в черный список попадают абсолютно все крупы и конечно же хлеб количество баллов в этих продуктах возрастает до 40 в то время как в отварном мясе их показатель сводится к нулю вот в таком маленьком пирожном не меньше 60 баллов это в разы больше чем в большой белковой тарелки суточная норма очков варьируется в зависимости от того на какой из трех вас находится в данный момент человек худеющий и еще одно правило последний прием пищи должен состояться не позднее четырех часов дня там в начале можно себе позволить 20 баллов баллы эти присваиваются каждому продукту и они рассчитаны относительно углеводов потом через две недели можно себе позволить уже 40 баллов и для того чтобы комфортно себя чувствовать в общем-то находиться в каком-то определенном состоянии если вы уже не хотите стройнеть то 60 баллов за три месяца а именно столько времени понадобится чтобы пройти через три фазы кремлевской диеты худеющий по идее должен потерять не менее 20 процентов массы тела правда пройти этот нелегкий белковый путь тяжело будет человеку даже с недюжинным здоровьем все кто хотели бы придерживаться кремлевской диеты должны обследовать свое состояние здоровья и проконсультироваться с врачом и к сожалению этот пункт игнорирует 95 процентов те которые хотели были которые сидели на этой диете второе это противопоказание эта диета противопоказана людям сердечно-сосудистыми заболеваниями заболеваниями почек и мочеводелительной системы приведем такой пример возьмем емкость с водой и чайной заваркой хорошо перемешаем полученную массу и нальем ее сначала в первый стакан для этой процедуры воспользуемся небольшим ситом смотрим вода практически чистая без примесей а теперь уберем фильтр и перельем жидкость в другой стакан разницу видно невооруженным взглядом практически тоже происходит в организме человека при чрезмерном употреблении белка нарушается фильтрационная функция почек в них накапливаются токсичные вещества повреждающие другие органы страдают центральная нервная система и печень организм так устроен из большого количества поступающих белков он усвоит лишь малую часть а для того чтобы справиться с излишками добудет из костей достаточное количество кальция в результате у человека худейшего разовьется остеопороз в общем перегружая свой рацион белками сто раз подумайте правильно ли вы поступаете девиз нашей героини не дня без физической нагрузки спортивное прошлое сказывается но прежде чем отправиться в зам стоит взвесить все за и против как показывает практика для каждого свой вид спорта кому-то на пользу пойдут силовые нагрузки кому-то достаточно просто померить шаги к слову сказать их количество а также скорость ходьбы высчитываются для каждого индивидуально и самое главное диету и спорт совмещать стоит с большой осторожностью и желательно под наблюдением специалистов то есть человек решил все и сразу сел на диету и решил заняться спортом все это произошло очень активно быстрое и в один день правильно ну это может закончиться госпитализации особенно когда человек приходит уже после 40 лет после даже после 30 лет он уже к сожалению вот в наше время имеет какие-то сопутствующие патологии и их нужно обязательно учитывать многие полагают что при употреблении большого количества белка в зал можно не отправляться вовсе якобы от него и без того худеют зачем еще мучить себя и отчасти они правы это вещество действительно не откладывается про запас так как практически все расходуется организмом но если человек не работает физически и не занимается спортом тут уж ничего не поделаешь белок неизбежно преобразуется в жир человек сидящий на креплевской диете он потребляет большое количество белка и целесообразно будет посетить зал лечебной физкультуры или фитнес-зал спорте любой спортивный зал в принципе с грамотными только специалистами вот и его белок не пропадет даром он пойдет на пользу он пойдет для строительства мышечной ткани поэтому лучше все пускать в дело вот наглядно о том что говорилось выше возьмем яичный белок и в течение двух минут будем взбивать его венчиком масса немного увеличилась да она уже не такая жидкая но все же больше напоминает холодец но поработаем над содержимым еще минут пять и что мы видим стойкую пену белок яичный этот белок что содержится у нас в организме это конечно две разные субстанции но этот пример как нельзя лучше показывать что именно происходит с данным веществом во время интенсивного на него воздействия и так белок попадает в желудок и там расщепляется на пептиды комбинацию аминокислот необходимых для строительства организма далее печень отправляет их по назначению а именно в мышечную ткань чуть надорвавшуюся во время тренировки там аминокислоты располагаются в правильном порядке и чинят поврежденные участки обеспечивая создание новых мышечных волокон микрофибрил благодаря им мышцы становятся сильнее увеличиваются в размерах и вуаля вот он новый трицепс и даже на кремлевской диете когда оказалось бы ограничивать себя особо не надо наверняка захочется расслабиться и хотя бы на один день отказаться от нудных подсчетов когда человек сидит жестко не нарушая не давая себе пославления через время происходит у него кризис и хочется себя побаловать хочется хочется сорваться пойти в какой-нибудь фастфуд и наесться там картошки фри гамбургеры кока-колы и всего прочего этот срыв может длиться ну там не знаю минуту час а может растянуться там на месяц год в итоге получается люди ходят по кругу поэтому мы в нашем рационе добавляем в минимальных количествах продукты определенные которым человек привык и чтобы не было вот таких срывов но чтобы такого приготовить чтобы на следующий день не корить себя за безвольность и банальный срыв студия правильного питания предлагает по такому случаю творожной яблочной сырники и так что нам понадобится пара яблок 200 граммов порога одно яйцо сахар корица молотая все смешиваем и запекаем на паровой бане 25-30 минут для тех кто не выдержит и все же решится подсчитать баллы в десерте скажем сразу готовом продукте их не менее 30 для первого этапа кремлевской диеты многовато конечно но побаловать себя можно и главное нужно некоторые диетологи советуют иногда устраивать такие загрузочные дни им даже придумали название читинг что в переводе с английского означает жуличество или мошенничество посмотрите на эти две губки оранжевая совершенно сухая зеленая мокрая выльем немного воды сначала на одну губку затем на другую первом случае жидкость впиталась сразу что называется ни капли мимо во втором напротив практически вся влага вытекла тоже происходит и во время диеты низкий метаболизм тормозит процесс правильного усваивания пищи организм привыкает к определенному набору продуктов и подстраивается под то количество которое вы ему ежедневно выдаете метаболизм замедляется вес встает и чем меньше вы будете есть тем больше будете страдать от того что стрелка на весах не двигается но стоит только устроить один загрузочный день как все за работы усилится выработка гормонов т3 и т4 отвечающих за скорость обмена веществ организм мгновенно начнет перестраиваться под новый ритм и когда вы вернетесь к прежнему образу жизни процесс похудения запустится снова так что не морите себя голодом отправляйтесь к холодильнику если я решила то я решила буду придерживаться этой кремлевской диеты но первым пунктом у меня будет посещение врача консультация с ним ну а там вперед быть стройной не значит быть здоровой а для меня здоровье это прежде всего и еще как бы вам не хотелось похудеть в какие бы жесткие рамки вы себя не загоняли ради достижения собственной цели хоть иногда позволяйте себе маленькие радости и ничего что в вашем десерте однажды окажется чуть больше калорий чуть больше баллов смело забирайте его отправляйтесь в самое любимое самое уютное кафе и устроившись поудобнее наслаждайтесь ведь худеть тоже надо с удовольствием и Субтитры подогнал «Симон»